Привет, дорогие подписчики и зрители канала, меня зовут Артур, мы продолжаем играть в Bloodborne. Мы находимся у себя во сне и, как я и обещал в конце предыдущей серии, я немножко прокачал оружие, теперь оно плюс 6 и прокачал уровень. Как я и обещал, я делаю, чтобы у меня и жизни и выносливость были по 25, я к этому стремлюсь и у меня уже по 22, то есть пока до 25 все это не прокачаем, дальше двигаться не будем. Ну, я имею ввиду, то есть не будем развивать силу, не будем развивать что-то еще, пока что мне вот такой вот билд очень сильно нравится. Так, и теперь нам нужно определить, куда же, собственно, нам идти. Мы открыли много разных... Я точно не помню, честно говоря. По-моему, кладбище Черного Чудовища. Или нет? Подожди, кладбище Черного Чудовища это не то. Господи, сейчас еще нужно найти... Запретный лес, по-моему, это оно. Так, мужчины, напишите письма. Это вороны. Пойдем, посмотрим, к чему все это приведет. Там был какой-то спуск вниз, который меня заинтересовал. Надо было туда наведаться. Броня у меня, как обычно, комбинированная, то есть я каким-то определенным сетом... А сюда я не ходил, кстати говоря. Каким-то определенным сетом не дорожу. Я просто одеваю то, что более выгодно в данной ситуации. В общем, да, тут вот такие вот враги. И их, по-моему, стоит бояться. Тут у нас есть дорога вон туда. Но я сначала хочу сходить в эту сторону, потому что там был какой-то подъемник. Ну, на самом деле, лифт вниз. Нормально. Я говорю, эти враги к нему нужно привыкать. Во-первых, они травят. А во-вторых, они сами по себе представляют неплохие проблемы. И сейчас вы увидели огненный урон. Это потому что я прокачал свой меч. И я смог в него вставить третью руну. А третья руна у меня огненная. Поэтому временами она дает неплохой бонус огня. Хорошо, возвращаемся сюда. Здесь у нас... ...ходит дяденька. Этого дяденька в прошлый раз мы забэкстебили. Вполне возможно, сейчас мы сделаем так же. Или пойдем в открытый бой. Как хотите. Я думаю, вы хотите открытого боя. Просто что-то мне подсказывает, что с ним тоже все не очень хорошо. Можно было сразу туда побежать, конечно. Недолет, простите, мужчина. Я знал. Я знал. И надо отходить. Господи, да он просто вообще не комплекс. Так, ладно. Тебе полегчало камеры. Камера в таких местах, конечно, это пипец. Как говорится, мама. Мама. Вот что в этих местах с камерой. Сказали, что на высоких уровнях озарения вы будете видеть невидимые вещи. И потом как-нибудь посмотрим. А? А, то есть я хотел сюда спуститься зря. Я-то думал, мы сейчас дернем. Ну ладно. Хорошо. Пойдем обратно. Потрались, использовали аптечку. И как оказалось, зря. У меня, кстати, потихоньку, очень-очень медленно вот эта вот руна третья, которая поставила, прибавляет жизни. Видите? Вот просто присмотрите сейчас. Вот сейчас смотрите. Видите? Очень медленно. Считаю, что вообще не прибавляет. Но вот так вот можно ходить, и постепенно она будет вам подпитывать вас. Пойдем в эту сторону сходим. Блин, там еще одна пещера, которую бы я тоже хотел посетить. Ну, что-то как-то тут интереснее пока. Там я просто посмотрел, там болото. Я не люблю болото. Вот не люблю и все. Не хочу туда идти. Так, не спеши, не спеша. Стремно. Вот этот второй мир, при всей моей любви к ярному, он гораздо лучше, он гораздо интересней. Здесь настолько страшно находиться. Бешеная холодная кровь в супчески. А, то есть все? Или тут еще есть проход? А, вон еще есть проход, хорошо. Это япономать, что такое? Это... Это что такое, япономать? Не знаю, но код свит его неплохо. Ну, вы видите, да? Огоньком еще. Оружие с огоньком. Но я думаю, все-таки не стоит нарываться. В общем, как вы видите, чем ближе ночь, чем ближе охота, тем страшнее становятся монстры. Тем более страшные создания они превращаются. Влестящие монетки. Я, кстати, пока не знаю, для чего они. Я знаю, что их неплохо можно продавать. Это что за наросты вообще такие? Где ты там, сволочь? Я тебя слышу. А, это ты. Но ты не такой страшный. Недолет, прости. Я все еще не привыкну в сет этого оружия. Не, ну жизни оно прибавляет, конечно. Считать, что не прибавляет. Прямо надо мной еще одна такая. И она захочет на меня упасть. Ну, если так послушать. Так я ее вроде не вижу. Слушай, они тут кругом. Ну-ка, да я попробую. Не, так хуже. Так не надо. Хотя, в принципе, пойдет. У нас передоскок у нас тут. Но это при первом только заходит, как правило. Так, жизни потратил маленько. Контра. Вообще, конечно, когда по второму разу уже тут бежишь, уже все, пробегаешь, просто уворачиваешься со всех. Но в первый раз надо действовать аккуратно. Это тем, которые говорят, беги вперед, сломя голову. Да вот ни за что. Не знаю, но вот, кстати, напишите в комментариях, что вы думаете по поводу игры. Я считаю, что это пока что главный релиз этого года. Несмотря на то, что тут, ну, я знаю, там для многих GTA V будет. Но в GTA V я прошел еще на PlayStation 3. Просто одна из главных игр, возможно, этого поколения. Потому что, блин, тут такое вот именно ручной выделки все. Каждая локация, каждый монстр. Вообще, чего-то такого вот... Я не знаю. Понял. Так и знал. Чего-то такого, как в Dark Souls 2, где там такое ощущение, что многие вещи просто методом копипаст сделаны. Я постоянно ругаю Dark Souls 2. Вы не подумайте. Это игра, которую я очень люблю. Просто при этом, при всем, надо понимать, что она далеко не лучшая в серии. Кто там топчется? А там серьезно, дяденька топчется. Если он спустится, может быть смерть. Так, эта штука говорит любопытно. Так, хорошо. Посмотрели, что там. Господи, они тут кругом. Причем они сливаются с фоном. Их доставать очень сложно. В этом их главная проблема. О господи, ну вот этого только не надо, пожалуйста. Снею по той же методе, что и со всем остальным. Офигеть. Неплохо, неплохо. Че, какие идеи у кого? Ты посмотри, это же просто порнография. Просто и полна мать порнография. Но я на самом деле успокоился, что тут можно слегка пробежать. Я бы сейчас пошел, бэкстеп он сделал, но у него окружение, не располагающее к этому ко всему. Хотя, как показывает практика, почему бы и нет. Давай. Давай, давай. Блин, ну давай, он сейчас будет вместе с ним идти. А он такой, что может и убить. Господи, все не слава богу. Ох, так хорошо, мелочь пузатая. Да блин, хватает, там же они идут уже. Ой, счет я боюсь. Боюсь. Боюсь, боюсь. Да и по-на-мать. Нет, вообще не реал. Только в прыжке. Либо более быстрым оружием. Но это опять же на размен идти. Так, хорошо. Просмотреть записи. Помни костер. Ну, как бы он мне помог, в принципе, да. Нормальный костер. Помню. Мама, вытащи меня отсюда, мама. Для все плохо, мама. Берегись падения. Доберегусь, капитан. Очевидности, капитан. В общем, с этими тварями только напрыгаем и, наверное, и драться. Иначе все будет очень круто. Да блин. Господи. Я разучился делать удар в прыжке, да? Окей, ладно. Не важно. Бывает. Бывает же переклинит тогда. У всех бывает. Так, хорошо. Где там мужчина ходил? А вон он ходит. Пусть там и ходит пока. Мы еще тут не все посмотрели. Ну, короче говоря, если чисто по тропинке идешь, то можешь прийти прямиком сюда. Ага. Ладно. Здесь еще какой-то отворот. Отлично. Я уже слышу, слышу. Ползет какая-то сволочь. Ага. Где-то снизу там. Так, ну там я еще не был. Сейчас я спрыгну. Там меня будут ждать какие-то проблемы. Туда можно вот так вот более плавно прийти. Его на мать, а ты-то кто такой? Хорошо. Я ненавижу это место. Но зато, видите, сколько всего дает. Нормально. Туда прыгать, я думаю, тоже не надо. Господи, вот это вот еще что такое? Ты же, говорит, любишь нежданчики? Не, по более-то локация, по-моему, приблизится к Блоттаун. Мелочи пузатые. Так, мелочь. Давай. Ой, она еще и в волосы умеет. Ой, какая прелесть. Сколько их там нет? Я не могу за них уместись на... Потому что мне много. У меня нет выбора, кроме как оставаться здесь и ждать, пока они... Пока они не подползут. Ау. Сейчас всех размотаем. Все не рады будут. Да, блин. Такое ощущение, что у меня временами зарядка садится. Я не могу эти штуки делать. Вот почему, блин? Я же все нажимаю, как обычно. Видимо, нет. Так, ладно. Так, ладно. Я не хотел этого, но пойдет. Ах, там еще есть. Какая же все-таки ты пакостная пакость. Лови. 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 И лови. И лови. Не знаю, я думаю, для первого раза нормально, но в будущем надо придумать какую-то методу убийства его. Потому что каждый раз закидывать его коктейлями молотова, это не вариант вообще. Ни разу. Я не удивлюсь, если там еще 10 таких сейчас стоит. Предмет ждет впереди. Интересно. Получить в лоб это предмет? Ненавижу эту игру. Ненавижу. Змеи, что еще? Пауки теперь? Наверное, какие-нибудь. Ого, господи. Вот тебя только не хватало. Так, спокойно. Все под контролем. Вот так, если вот так вот подводить будет, это будет плохо. Я сам себя подвожу. На, получи твои. Я прыгать не могу. Сегодня у меня все сломано. Я сломал себе пальцы. У меня вместо них какие-то пышные выросли. Ой, как тут весело у вас. Так, там у нас... Шаг не вперед. Конечно. Я еще тут совсем не закончил. О, господи. Да, это вот серьезная проблема. Тихо, 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 тихо. Так, хорошо. Немножко отойдем. Просто отойдем. Никакого панического бегства, только тактика. С огоньком, да? С огоньком. А, ну ладно. Прости. Фу, так вот. Изерков хотя бы много дают. Где-то там горюшка. Давай, вылазь. А, нет. Не там. Подожди. Подожди, секунду. Я не хотел тебя парировать. Я просто добить хочу. Кусок кровавика. А вот этот уже совсем хорошо. Эти звуки божественны. Так, кусок кровавика, еще три таких штуки, и я смогу улучшить свой меч. Да, это пипец, ты посмотрел, сколько тут. Ну, что, давай учиться воевать, что ли? Что ты умеешь? Их там двое. Причем там вообще какая-то ненормальная. Если это ненормальная, то та просто... За спиной! За спиной! Ненавижу. Ненавижу вас, сволочи. На самом деле, они не такие сложные вроде, да? Но, блин, вот эти вот двое тут стоят. Ты будешь бить? Нет вообще, я боюсь просто вот на это нарваться. Так, хорошо, ну, допустим. Ты посмотри на нее, она реально как-то кончена. Я надеюсь, ты проход какой-нибудь открыл? Или зачем ты тут вообще? А, ну, если ради мутного самоцвета, то, в принципе, можно было сходить. Ха-рошо. Глубокое море. Вот это уже что-то интересное. Повышает сопротивление безумия. Руна Керрилла, что расшифровывает нечеловеческие звуки. Эта расшифровка нечеловеческих голосов великих отображает глубокие течения. Эта руна означает глубокое море, обеспечивает дополнительное сопротивление безумия. Большие объемы воды служат оплотом, охраняющим сон и авгуром тайны истины. Преодолейте это препятствие, ищите то, что принадлежит вам. Хе-хе, окей. Так, подожди, там может что-то полезное? А, это просто посмотреть. Ладно. Как думаете, нам туда? Или нам... Это когда-нибудь закончится вообще, нет? Кто-то где-то ходит, я слышу. Вот этих обычных крестьян я боюсь больше всего. Что же все, не слава богу, господи. Она меня увидела? Я правил мать, я думаю, не забыли. Нет, так вообще не лял. Все, пробую, пробую, все, надеюсь. Но, как сказала, практика, зря я это делаю. Ну, давай. Минус. Минус. Я просто думаю, в будущем я здесь не буду их убивать, я буду пробегать, если я погибу. Конечно. Спокойно. Все нормально. Вот это флот. Воу-воу-воу, нет, не подойдешь. Так, что я делаю? Господи. Сдохну уже, наконец. О мой бог, это просто какое-то приключение. Просто приключение. Здесь только предметы. Какие предметы? Только то, что я с него подобрал? А, вот еще что-то есть. Ну, ладно. И кого-то тут зажали, очевидно, да? Куда пошел? А как же удовольствие? Как думаете, сходи? Я отсюда обратно не вернусь. Только там где-то выход искать. А вот он выглядит достаточно кончено. И он там, интересно, один такой? И он там, интересно. Как к мертвому припарка. Смотри, все еще живое. Так, вроде никто не пытается убить. Чем подобрали? Тайный символ Кирилла, мастера по руну. Искривленный крест означает метаморфоз. Вращение руны по часовой стрелке повышает ОЗ. Благодаря открытию крови, их мечта об эволюции стала реальностью метаморфоз. Эффективность и отклонения, которые последовали за этим, были только началом. История очень напоминает Биошок. Сделали открытие. И вот где они все теперь. Молились, молились, пока в итоге не пришел. Вот этот ублюдок и не поубивал их всех. Я не помню эту дверку. Да ты гонишь. Но вот это вот просто не бывает. Я думал, что я какой-то срез открываю. Я только из-за этого там спрыгнул. Странные надгробия. Половина похожа на какие-то яйца просто. Оконы. Вот сейчас вы увидите, я вылезу на такие проблемы. Прямиком. А-а-а. Ну да. Туда я, конечно же, не допрыгну. Ну то есть я бы допрыгнул, но игра мне не даст. Вот и все. Коктейлей больше нет. Здрасте, приехали. Как же мне на тебя теперь спрыгнуть? Я даже не видел, что я подобрал. Божечки, божечки. Свинка, ты где? Так, я там? Я там, где надо? Да. Вот отсюда я пришел. Так, хорошо. Ладно. Вот это очень похоже, кстати, на какую-то скрытую стену. Нет? Ну а вообще мы тут набрали, конечно, неплохо. Это сильный пример. Да, она умерла уже. Сейчас могу умереть от свиньи. Иногда бывает так, что просто берешь и не можешь увернуться от этого вот ее ваншота. Хрюшка, пятачок. Практологи записывались, нет? Поспокойнее немного стало. Ладно. Куда я иду вообще? Куда я иду? Где выход? Где какой-нибудь выход, пожалуйста? А-а-а. Божки. Всех позвала? Ну давай, че уж. Давай. Да, блин, че ж ты притормозил-то в самый такой момент? А вот и второй пришел. Да-да-да-да-да-да. Давай. Вон за тобой там вся делегация идет. Я уже просто хочу, чтобы он сдох. Я их боюсь. То есть он не просто там, когда свистит кто-то, приходит. Он призывает этих тварей. Они вылезают из-под земли. Видели? Не круто. Самые не крутые новости на свете. Пока он на пригорочке был банен. Ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Так, там мы были. Были же. Мы бы хоть как-то в ряд... Блин, я думал, задену. Вот не надо вот этого, пожалуйста. В этой игре монстры просто больные какие-то. Такого жестика я давно не видел. Норм. Блин, а как вам то взять? Это не отсюда ли подъем? Вроде как выглядит... Примерно таким, да? Видите, там лот сбоит. Так горит, а так не горит фонарик спереди, видите? Вот такие вот они, консоли. Nextgen, понимаешь? Я не понимаю, куда я иду. Мне, наверное, все-таки сверху как-то вот эту штуку взять. А, вот, смотри, бревно. А на бревно я могу залезть отсюда, да? Блин, ну не буксуй. Так, и обратного пути, конечно же, не будет. Но никто не смеялся. Ого. Так. Пока вроде никто не пытается убить. Ряса Дореса, кладбищенского стража из запретного леса. К Рясе прикреплено множество окровавленных инструментов для проведения ритуала. У Вильяма в Биргенверте было два верных слуги. Он их послал в лабиринт, в котором им открылось тайное знание. И они сошли с ума. Первый слуга стал хранителем врата, второй по имени Дорес превратился в кладбищенского стража леса. Даже безумие оба остались верны хозяину. Так, по показателям. Ну, так. Очень неплохое сопротивление отравлению, скажем. Но физическая защита, конечно, не ахти. И тут примерно то же самое все. Выглядит, конечно, аутентичненько. Еще бы шляпа была. Хотя можно одеть шляпу этого деревенщины. Нет, слишком уродливо. Нет. Ладно, пусть так и будет. Так, хорошо. Это начинает затягиваться. Я не знаю, куда идти, и я все иду, и иду. И лучше при этом, позвольте заметить, не становится вообще ни разу. Вон ту штуку наверху я не знаю, как взять. Поэтому я сначала сбегаю сюда. Я не спешу, как вы видите, и я не буду спешить. Ну его нафиг. Ну его нафиг. Я так и знал, что с такого расстояния достанет. Ты очень удобно стоишь. О, черт. Верни жизнь. Мерзавец. Так хорошо. Не, ну тут, в принципе, я уже привык. Уже не сложно. Не знаю, как тут народ погибал прям массово. Я не понимаю. Не настолько сложно. One shot. One desire. Это пипец. Судя по всему, она заканчивается и не собирает. Все. Тут у нас была эта змеюка подколодная, на которой мы упали. Да-да-да, все, понял. Сориентировался. Пошли дальше. Я бы уже до босса какого-нибудь дошел. С боссом охот подраться. Но что-то пока идет пока. Вот это вот пока. Пока-пока. Кто там хрюнячит? Опять ты, пятачок. Норм. Босс? Так, короче, давайте, знаете, как сделаем. Если это босс, то мы сейчас переносимся, тратим души, а потом сюда. Тут легко пробежать, если что. Потом уже, как же, ободушить не будет, пойдем бить босса. Родный босс. Я опять не знаю, куда я еду. Вот прелесть какая. Мне бы срез сюда какой-нибудь открыть. Потому что я, блин, сколько уже бегаю-то. Ой, что это? Что это такое? Здрасте. Что это такое? Не знаю, что это, но оно слабое. Знание безумца. Какого черта? Япона, мать. Так, мы совершенно точно... Ой. Совершенно точно пришли в новый локацию. Сюда я пока не хочу. Идите в болото. Хотя, с другой стороны, здесь может быть бонфаер. Давай вот этих вот троих убьем как-нибудь, а их там больше. Слушай, такие жуткие. Пипец. Такое ощущение, что вот эти подчиняются тем. Смотри. Давай, заряжай. Ай, простите, простите, не хотел, не хотел. Так, ладно, сначала малыша тогда. Да, твою мать, от этого как-то сложно доджиться вообще. Ах ты, сволочь. Как ты ш... Скотина. Вау, 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 вау. Это чё за пипец? Я просто... Вне себя от радости. Я тебе сейчас дам. Бонфаер. Бонфаер, пожалуйста. Пожалуйста, я умоляю. Никаких бэкстепов. Просто валить эту погонь. Вы знаете, я такое ощущение, что пришёл в какой-то тупик. Да, мы не зря сюда сходили. То есть, это не начало новой локации. Это... Это вот это вот. Взяли самоцветы. И пошли. Больше же тут подъёмов никаких нет. Ох, господи. Вот это я застрял. Сегодня опять будет большая серия. Но мы, как обычно, завершим. Либо, когда мы доберёмся до бонфаера. Либо, когда я вижу что-то такое, что скажу Сдаюсь и пойду к фонарю. Ну, то есть, с помощью метки отважного охотника. Либо, если я умру. Странно всё это. Вот это вот болото какое-то непонятное. Фонарик. Подаяние ждёт впереди. А можно мне подаяние, пожалуйста? Ага, я вижу, какое там подаяние. Вот тут призрак у нас уже. Мужчина. Как-то не говори, что ты живой. Вот правильно. Это не говори. 43 тысячи душ. Жаба, прекрати. О, вы знаете, я сейчас, по-моему, открою срез. Если я сейчас открою тот срез, про который мы в начале серии говорили. Ну, помните, там лифт. А по ощущениям это именно оно. Я буду довольна счастливым человеком. Как ты тут умер? Ты пытался убежать от него, да? Всё-таки кривало отработает ужасно. А-а-а. Он тут спрыгнуть попытался. Увидели, оно полетело на... А, подожди. Он, то есть, попытался подняться, и после этого... Ну, ребята, я вас поздравляю. Мы сделали всё правильно. Теперь я стал вспомнить, где там то, что мне нужно. Потому что я уже подустал реально. Это место меня вымотало, что пипец. Здрасте. Я? Спокойно, не психуй. Идиотушка. Я, короче, к былфаеру пошёл. Всё, я хочу маленько подкачаться. Я хочу маленько подкачаться. Давай, до свидания. Неплохо повоевали сегодня. Зачистили полностью огромную локацию. И... В будущем, конечно, нам опять придётся её чистить. Но, по крайней мере, мы уже знаем, как бежать. И очень много у нас... Срезов будет. Всё, да, вернёмся в сон. В общем, с одной стороны, локация, конечно, сложная. Но, с другой стороны, когда к ней приучиваешься, уже чувствуешь себя на ней как-то более-менее спокойно. Но только я начал себя спокойно чувствовать, как появились вот эти вот непонятные желейные мальчики. Что это такое было? Я когда первый раз увидел, у меня такая реакция была. М-м-да. Так, ладно, у нас там по улучшениям-то ничего нет сейчас, да? Да, у меня один кусок кровавика только. Так. Хорошо. Я опять, наверное, за серией прокачаюсь. Хотя... Чё? Скажут там. Прокачивается за серией. Дизлайк, вписка. Так, на третье у нас не хватит. Тут уже 18 тысяч. Ну, норм. Ладно. Хорошо. Гектор нет поблизости. Я бы с ним поговорил. Здесь тоже, я думаю, ничего нового не появилось. Ну, всё-таки проверим. Да, всё по-прежнему. В общем, локация адовая, но привыкнуть к ней можно. На ней действительно сложно. И не нужно забывать, что кроме этого у нас ещё какое-то болото там было, на которое бы я тоже сходил. Ты по-прежнему спишь? Я могу его ударить, конечно. Лучше не надо. Я не хочу ударить его. Хотя давайте, вы кровавленные, пускай побегать. Это всё, что осталось от этой девочки. Мрачноватый, я бы сказал. Так, ну и, собственно, давайте на этом заканчивать. В следующей серии пойдём по срезу. Там у нас уже не так много получается идти. То есть мы какой большой крюкан теперь сделали. Это хорошо, по-моему. Ну, как бы там ни было... Блин, я думаю, боли на этой локации будет ещё очень и очень много. Потому что, как мы туда зашли, мы начали испытывать проблемы. Но проблемы, скорее, такого характера. Привычные. Ничего такого прям сверхординарного там не происходит. Мне вот интересно, а где боссы? Мы с вами уже достаточно долго ходим, и ни одного босса пока не встречали. Я думаю, скоро это дело исправится. Но, как бы там ни было... На этом я пока прекращаю. Увидимся. С вами был Артур. Всего хорошего. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok